Друзья, соседи, на нашу землю пришла беда. Кунцево должно стать полигоном для полочных застройщиков. Этот замечательный парк, яблый, яблый, пляс, который мы сейчас едим, скоро исчезнет. Собчане, поздравляем вас с сегодняшним 28 сентября и напоминаем о том, что напоминаем о том, что свою землю надо защищать. Вот как ярко всегда говорит у нас товарищ Соболев. Это наша земля, это наше правило. Собянин пришла олень, которому не место вместе с его хауями и тетушками на этой куцинской земле, который не должен срать кирпичами у нас здесь во дворе, а вы должны, а вы как местные жители, как граждане в первую очередь России и города Москвы должны защищать свое место жительства. То место, где вы родились, где вы прожили большую часть своей жизни и где предполагаются жить вашим детям. Мы не должны жить среди бетонных блоков, среди помоек, среди высоток, которые разваливаются и горят, и текут. И подчиняться самодуру, у которого крыша едет, так называемому мэру Собянину, которого протиснул сами знаете кто, товарищ Путин, убийца и мокрушник, на эту должность. Собянин нас грабит, Собянин нас терроризирует, Собянин гробит Москву и гробит москвичей. Он не дает нормально жить ни нам и работает только на свой карман, на систему олигархов, на ментов, на прокуроров, на судей, продажных судей, которые принимают судебные решения против города Москвы, против концевчан. Крупа местных жителей с переменным числом, то большим, то не очень, но тем не менее достаточно активных. Соседи присоединяются в соседние районы, всем обрыдала вот эта хамская политика нашего так называемого недомерка, который не считается с интересными горожан. Москва не резиновая, есть лимит численности, лимит плотности населения, после которого переходит уже неприемлемые условия жизни. Когда друг у друга на ушах, как на птицферме в курятнике, значит, гадят друг другу на головы курицы для убоя. Вот когда Москву превращают в такой курятник, это, естественно, вызывает ненависть к мэру, ненависть к властям. Дикие абсурдные штрафы за дырки в заборах, за неполновение вымышленное для полиции, за чаепитие во дворе, за всякую ерунду вызывают ненависть к властям. Иначе это быть не может, потому что абсурдные требования властей, которые на содержании у нашего недомерка, про покойного там хвильком и хорошего слова не скажем ни одного, и про ряд других судей и милиционеров тоже хорошего, мы можем сказать, очень мало. Продалась власть, потрохаем продалась. Готовятся события такие же, как в Белоруссии, как в Украине и тому подобное. Это все из-за коррупции, потому что все доказано уже и Навальным, и не Навальным. Это уже очевидный факт, что ради собственного кармана, ради сверхприбыли никак не нажрутся. Все прет уже через край. Вы, господа Собянин и прихвастники, достали. Вы можете присылать своих бандитов, своих тетушек. Кончится это тем, что сначала будут бить их, ну, может быть, они тоже кого-то побьют из наших, а потом уже берутся и до вас. Готовьтесь к этому. Вы все делаете для того, чтобы народ взял вилы и воткнул вам куда следует. Кутцовчане, сплачиваетесь, объединяйтесь, организуйтесь. Отпор власти должен быть организованный, тогда мы победим. На Ивана Франко возможно такая же победа, как на Караченко-16, как и в других местах. На Караченко-16 доказали, что там были бандиты. Эти бандиты уже сидят. Они попались на похищение человека и не так давно был суд. Случайно попались на похищение человека. Это были, не будем говорить национальности, бандиты-наемники, нанятые Собянином. Они ходили на его встречи с префектом, срывали собрания, приходили на стройплощадку на Караченко-16, гадили там как могли. В результате получили уголовный срок. Мы с нетерпением ждем, когда за организацию преступного сообщества на нарах будет сидеть Собянин. Он должен сесть в тюрьму, в клоповник, в полосатой робе и пилить лес там, где-нибудь в тундре, в тайге и так далее. Хочет таскать там бетонные блоки и пилить дрова? Пускай пилит. В Москве Собянину делать нечего. Пошел вон. Продолжение следует...